МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Никита Потипалов и в начале коротко о главных темах выпуска. Уже ностальгия, уже фотки так перебираешь, уже, блин, уже кататься там по ключок, не по ключок. Снега мало, но что может остановить лыжников и сноубордистов? На Сахалинском горном воздухе открыли новый зимний сезон. Южно-Сахалинскую гинекологию все же ждет частичная реорганизация. Так называемое острое отделение переедет в городскую больницу. Где имеется полноценная реанимация, полноценная диагностическая база. Южно-Сахалинским судом исковое заявление администрации было удовлетворено из ответчика взыска на 22 тысячи рублей. Плюс штраф в 9 тысяч. В областном центре впервые наказали рублем расклейщика незаконной рекламы. Самая большая и главная сказка. Сахалинские школьники отправились в Москву на Кремлевскую елку. Как правило, это отличники. Дети, которые являются победителями различных конкурсов. Вообще-то Владивосток еще ни разу не обыграл Сахалин. Вообще-то. Сколько было матчей, я уже не помню, но пока ни разу. Кто хозяева Востока? Сахалинские баскетболисты обыграли Спартак Приморья в дальневосточном дерби Суперлиги. Конец декабря на Сахалине по традиции связан уже не только с предновогодней суетой. В областной столице дан официальный старт горнолыжному сезону. Гостей на склоне ждали конкурсы, розыгрыши призов и бесплатные поездки на канатке. Подробнее мой коллега Младен Ирелов. Одно из самых заметных новшеств этого сезона на горном воздухе – входная группа. Гости туристического комплекса уже успели оценить ее преимущества. Красивое современное здание вполне может стать одним из самых узнаваемых в городе мест. Открытие 58-го зимнего сезона сахалинцы, любители спортивного отдыха, ждали с нетерпением. Он как только стаил, я уже жду просто нового сезона. Не, вообще с лета. Когда вот осень, начинается все. Очень хочется снега. Уже ностальгия, уже фотки так перебираешь, уже, блин, уже кататься там по ключок, не по ключок. Ждали. Все лето, осень. С прошлого сезона, так сказать. Все, кто пришел в это воскресенье, чтобы хотя бы разок скатиться с горы или просто поучаствовать в торжестве, сразу же окунулись в праздничную атмосферу. Здесь была и музыка, и веселые конкурсы, и розыгрыши призов. С 11 до 12 часов подняться на среднюю площадку можно было бесплатно. Я катаюсь на лыжах не так давно. Этот сезон вот прям планирую откатать по полной. Видите, прикупила все. Мы долго ждали. Весной ждали, летом ждали. Летом готовились, вот плоски отремонтировали, амуницию новую приобрели. Очень рады, что открыли. Мало снега, конечно, нам бы снега больше, а так все хорошо. Не люблю зиму, но так как живу на Сахалине, все-таки катаюсь на сноуборде. На самом деле был перерыв большой, в этом году снова стою на доску. Поэтому здесь очень круто, на самом деле. Дорогие друзья, всех поздравляю с началом горнолыжного сезона. Хочу сказать, что это знаковое событие, потому что горный воздух – это не просто удовольствие, это базовый проект для развития туризма в нашем регионе. Почти 100 тысяч, именно столько посетителей горный воздух принял в прошлом году. А это любители активного зимнего отдыха из 40 городов нашей страны и из 20 стран мира, среди которых Объединенные Арабские Эмираты и Индия. По смелым прогнозам, в течение нескольких лет количество гостей спорткомплекса увеличится до 300 тысяч человек в год. Вместе с пропускной способностью вырастут и налоговые отчисления в региональный бюджет до полумиллиарда рублей. Это позволит создать десятки новых рабочих мест. Вопрос реорганизации городской гинекологии обсудили в Сахалинском Минздраве. Представители общественности, регионального министерства и Росздравнадзора поделились мнениями о переезде отделения в здание больницы имени Анкудинова. На взгляд чиновников, эта процедура необходима, чтобы обеспечить женщин полноценными и качественными медицинскими услугами. Один из нюансов – отсутствие хирургов в самой гинекологии. Кроме того, медучреждение накануне проверила прокуратура. В процессе проверки выявлены достаточно большой набор того оборудования, в том числе, которое должно использоваться при оказании экстренной неотложной помощи, которое, согласно этому порядку, должно присутствовать в этой роддоме. Этого оборудования там нет. Оперативная гинекология должна переехать в многопрофильную больницу. Соответственно, где имеется полноценная реанимация, полноценная диагностическая база, соответственно, все врачи-консультанты. Переезд завершится к началу марта будущего года. При этом дневной стационар и роддом остаются на своих местах и продолжат функционировать в штатном режиме. А в городской больнице начнет работать так называемое острое отделение. Оно разместится на месте нынешней травматологии. Никаких прибавок высшему составу госслужащих и депутатам, а муниципалитетам придется поторопиться. Народные избранники Сахалинской областной думы разъяснили особенности повышения зарплат бюджетникам в 2019 году. В итоговом варианте главного финансового документа региона закреплен размер роста оплаты труда на 20%. В этой палате детской областной больницы проще всего на практике доходчиво показать, насколько важно время, уделенное пациенту медперсоналам. Можно сказать, что в некотором роде это их дети. Кроме врачей и медсестер нянчить этих новорожденных некому. Детки лежат без мам. Вот это отказные дети, которым тоже нужен уход, которые девочки уделяют больше внимания. Это и кормят на ручках, и игрушечки какие-то. Ни для кого не секрет, в медицине сложилась уже привычная практика. Сотрудники, чтобы получать достойную зарплату, берут дополнительные ставки. Совмещать две – обычное дело. При этом выше нагрузка и меньше как раз той самой индивидуальной работы. Один из способов изменить ситуацию – повысить заработную плату. За последние годы, благодаря политике, проводимой правительством Сахалинской области, у нас появилось очень много новых врачей. Есть возможность повышать зарплаты. У нас, у медицинских сестер в конце года повысилась зарплата на очень значимую сумму. В новом Сахалинском бюджете на грядущий год тоже предусмотрели повышение. Депутаты фракции «Единая Россия» внесли поправку, которая предусматривает рост заработной платы на 20%. Речь идет именно о бюджетниках, работу которых оплачивает областная казна. При этом депутаты отдельно оговорили – повышение не коснется высших должностных лиц госслужбы и депутатов. Встречаясь и обсуждая с исполняющим обязанности губернатора Леваренко Валерий Геевичем, мы говорили, и он поддержал эту позицию о том, что сегодня обеспеченность Сахалина должна быть на порядок выше. И врачи должны действительно сегодня, как одна из категорий, должны быть самыми обеспеченными в идеале, чтобы человек имел возможность работать на одну ставку. Чтобы поправка вступила в силу для муниципальных бюджетов, властям на местах стоит поторопиться. Каждое районное собрание должно принять свои нормативно-правовые акты. Универсальной формулы нет, везде своя структура бюджетной сферы. Пока муниципальные депутаты не разберутся со своими законами на местах, невозможно будет определить и полную сумму, отведенную в бюджете на повышение. Известен лишь объем по учреждениям отдельных ведомств. На рост зарплаты в сфере соцзащиты, например, предусмотрено 796 миллионов рублей. Полюбоваться на главную елку страны отправились сахалинские школьники. 16 ребят в понедельник вылетели в Москву. 26 декабря в Кремлевском дворце их ждет грандиозное сказочное представление, в котором задействовано более тысячи артистов. В столице дети пробудут все зимние каникулы, для них разработали большую экскурсионную программу. Чтобы это мероприятие запомнилось мне надолго, я думаю, там будет очень красивое представление и вообще будет много разных, различных экскурсий. Ежегодно на каждый район Сахалинской области дается определенная квота. Один, два ребеночка. И уже департамент образования города выбирает лучших детей. Как правило, это отличники, дети, которые являются победителями различных конкурсов, в том числе и всероссийских уровней. Во вторник на Кремлевскую елку отправятся еще двое школьников из Озерского, Иван Ямаледдинов и Глеб Бабенко. В мае прошлого года они спасли своего тонущего друга. Сахалинских героев пригласила уполномоченный при президенте по правам ребенка России Анна Кузнецова. Мальчики не только поучаствуют в новогодних торжествах, но и получат правительственные награды. Резиденция Деда Мороза в Южно-Сахалинске выпустила первый поток студентов. Дипломы получили Деды Мороза и Снегурочки, которым предстоит вести утренники в домах культуры. Церемония вручения документов стала частью предновогодней программы в городском парке. Скоро-скоро Новый год. Праздничная программа с таким названием дала старт детским утренникам в городском парке и домах культуры Южно-Сахалинска. На всех торжествах будут главные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Каждая пара получила в резиденции зимнего волшебника документ, подтверждающий право проводить новогодние мероприятия и исполнять желания. Участие в празднике принял и мэр Сергей Нацадин. Могу сказать, что и для меня Новый год – это самый любимый праздник. И мне очень приятно сегодня дать старт городским предновогодним мероприятиям. На площадке вокруг елки для детей и взрослых устраивали подвижные игры и викторины. Можно было согреться чаем с конфетами. Дед Мороз и Снегурочка поздравляли всех с наступающим праздником и принимали от юных сахалинцев пожелания на новогодние подарки. Харагод был такой большой, и Дед Морозу с нас только поздравляли классно. Персонажи очень классные, конечно, маленьких детей. Он прям в восторге от всех. Мэр также проверил парк на готовность к зимним каникулам. На стадионе «Космос» заканчивается очередной этап реконструкции. В этом году установлены опоры освещения, экран, выполнен большой комплекс работ. Сейчас идет подготовка к заливке катков. Здесь их будет два. Вот уже малая такая площадочка уже залита, но, тем не менее, идет работа над большой площадкой. Извлечены уроки прошлогодние, потому что в прошлом году, если вы помните, были определенные сложности. Но я надеюсь, что в этом году все будет своевременно, качественно, на радость нашим горожанам. Всего этой зимой в Южно-Сахалинске планируется залить 15 спортивных площадок, в том числе в планировочных районах. Адреса размещены на официальном сайте администрации – южносах.ру. Здесь же на главной странице публикуются афиши новогодних мероприятий. В Новый год с новой студией. Радио СТВ в 2019-м запускает самое современное оборудование и меняет аналоговый сигнал на цифровой. Это улучшит качество приема самой крупной ФМ-волны в области. Все подробности у Анастасии Жуковой. Новый пульт, новая студия и новые ведущие. Чего? Дневного выходного шоу. Не выключай меня. Сейчас кто-то будет получать по рукам. Они, как дети, получившие в подарок игрушку мечты. Ведущие радио АСТВ сейчас осваиваются в новой студии. 2019 год. Самая крупная станция области встречает с оборудованием последнего поколения. Вместе со всей страной ФМ-волна переходит от аналогового сигнала на цифровой. Он отличается более качественным звуком и отсутствием искажений. После запуска вашей новой студии ведущим, я думаю, будет гораздо удобнее работать в эфире. А слушатели получат более качественное и чистое звучание и в машине, и дома. Сейчас инженеры настраивают оборудование. Новый пульт, компьютеры, микрофоны. Их, кстати, стало больше, так что теперь слушатели ждут еще больше гостей в эфире. И новые долгожданные форматы, ток-шоу и даже небольшие концерты. Интерьер студии тоже решили обновить. Карта во всю стену наглядно показывает масштаб. Радио АСТВ вещает по всей Сахалинской области. Даже если вы сюда не придете, но обязательно прямые эфиры в наших социальных сетях. Инстаграм, фотографии ВКонтакте. Все это вы можете видеть, все это вы можете смотреть и проживать нашу яркую, насыщенную жизнь вместе с нами. Просторная, светлая студия – не единственный подарок радио АСТВ на Новый год. Группа станции ВКонтакте пополнилась юбилейным десятитысячным участникам. Так что интерес сахалинцев к радио растет. В следующем году волне АСТВ исполнится уже 18 лет. И совершеннолетие радищики намерены отпраздновать с размахом. Спуск и подъем на лебедке вместе с пострадавшим спасатели провели авиационную тренировку на юге Сахалина. Сотрудники отряда имени Полякова отработали приемы десантирования с вертолета Ми-8. Учитывались три фактора – открытая площадка, лесной массив и мерзлый грунт. Спасателям нужно было не только безопасно спуститься, но и эвакуировать условных пострадавших, подняв их на борт винтокрылой машины. Зимой подобные навыки спасатели применяют, как правило, при эвакуации людей с оторванных льдин. Летом прошлого года при сильном ветре и высокой волне удалось найти и поднять на борт вертолета, унесенных в море саббордистов. Периодичность тренировок зависит от погодных условий. Стараемся проводить не реже, чем тренировку, одну тренировку, два-три месяца. Наш эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». В Южно-Сахалинске впервые наказали рублем расклейщика листовок. Иск в пользу администрации областного центра вынес городской суд. За порчу имущества и нарушение правил благоустройства гражданин заплатит больше 20 тысяч рублей. Мы намерены продолжать данную работу, потому что абсолютно безусловно незаконная расклейка объявлений причиняет ущерб хозяйствующим субъектам, как администрации, это павильоны, так и внешний вид города портится от этого. В дальнейшем мы планируем эту практику передать хозяйствующим субъектам, то есть мы направим эту информацию в управляющие компании. Сообщать о подобных правонарушениях можно в административную комиссию. Желательно с предоставлением видео или фото с места событий. Подозреваемого в ограблении офиса микрозаймов разыскивают в Южно-Сахалинске. Полиция просит откликнуться всех, кто проезжал вечером 21 декабря в районе улиц Ленина и Поповича в седьмом часу вечера. Возможно, злоумышленник попал в объектив видеорегистратора. Его рост около 180 сантиметров был одет в темную толстовку без молнии с капюшоном, темные штаны. На лице черная маска. Анонимность гарантируется. В Макарове ученики сидели за партами при температуре плюс 14 градусов. Прокуратура отреагировала на публикацию в СМИ о замерзающих детях и провела проверку в первой школе. Установлено, что причиной падения температурного режима в школе явилось загрязнение грязевика в элеваторном узле отопления, что препятствовало нормальной циркуляции воды в системе отопления образовательного учреждения. В связи с этим директору образовательного учреждения внесено представление. В настоящее время температурный режим в школе восстановлен. Родственники Михаила Погуляева просят откликнуться всех, кто знает, где находится мужчина. Он приехал в Южно-Сахалинск из Смирных. Здесь снимал комнату и работал, но с 11 декабря перестал выходить на связь. На работе не появлялся. По словам близких, раньше никогда такого не было. Приметы. Рост 185-190 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, нос, горбинка, головы и глаза. Если вы знаете, где находится Михаил Погуляев или владеете информацией, которая может помочь в его поисках, сообщите об этом по номерам, указанным на экране. Дальневосточное дерби. На паркете «Восток-65» и «Спартак-Приморье». Это встреча принципиальных соперников. Островитяне готовы к напору владивостокцев. Знают, что команда едет злой после нескольких поражений. Эти эмоции и помогли приморцам начать игру под свою диктовку. После первой четверти счет равный 21-21. На большой перерыв клубы уходят с преимуществом «Спартака» 44-38. Во второй половине «Восток» начал давить, хоть и без потерь не обошлось. За пять фолов на скамейку сел молодой сахалинец Вячеслав Грачев. В третьей четверти островитяне сравняли счет и начали отыгрываться 60-57. Весь заключительный игровой отрезок «Приморца» уже в роли догоняющих. Самым результативным игроком встречи стал Квамейн Митчелл, заработав 26 очков. Правда, за несколько минут до конца команда едва не лишилась одного из лидеров. Все хорошо, просто ударился, травмы нет. Что касается самой игры, мне коллеги по команде рассказали, что это очень важная игра. Борьба между Сахалином и Владивостоком. Но для меня это была обычная игра. Итоговый счет в матче 94-84 в пользу «Востока». Особенность сегодняшней встречи еще и в том, что приморскую команду тренирует учитель наставника сахалинцев Эдуарда Сандлера. Мы провели с Сандлером целый год, и сейчас он доказывает, что он мастер своего дела. Он может собрать отличную команду, и сегодняшняя игра это доказала. Ученик Трайковича на послематчевой пресс-конференции не сдерживал эмоции и поблагодарил наставника. Чуть позже рассказал, как подшучивает над бывшим клубом. Вот этот галстук у меня спартаковский. Я его каждый раз одеваю. Ну, когда я ушел со Спартака, я его одеваю на игру со Спартаком. Вот этот костюм я купил 11 лет назад, это мой первый костюм спартаковский. Ему 11 лет, это Гуччи. Заработал первые свои деньги и пошел купил себе дорогой костюм. Вот вообще ничего с ним не происходит. Вот я всегда так шучу, одеваю спартаковскую форму на мастер Спартаком. После игры стало известно, что «Восток» покидает еще один легионер сахалинцев Николай Евтич. Сейчас команда в поиске нового атакующего защитника. На этом все. Выпуски программы «Нажденье», а также другие новости найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин